Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я как-то в своих уроках мало говорю про Яндекс, больше про Гугл. А Яндекс между тем развивается, запускает новые сервисы и некоторые, надо сказать, весьма и весьма удачные. Один из таких Яндекс Коннект. Запустили они его правда еще в восемнадцатом году, но я про это ничего не рассказывал, а значит будем считать, что это новый сервис. Он существует для обеспечения работы организации. Именно для командной работы. Причем тут есть просто сервисы вашего Яндекс аккаунта, а можно настроить корпоративные сервисы уже через Коннект. Я не буду подробно рассказывать обо всем, посмотрю какая будет реакция на этот скринкаст, насколько Яндекс Коннект востребован и тогда может быть сделаю продолжение. А сегодня я расскажу о Яндекс формах. Вещь эта полезная при любых обстоятельствах. Тут есть чистый лист и несколько шаблонов. Вот, например, регистрация на мероприятие. Воспользуемся им. В целом шаблоны максимально гибкие и перенастраиваются очень быстро. То есть понятие шаблона весьма условно. Так мы редактируем вопросы. Можно добавить комментарий, сделать вопрос необязательным, но имя, я думаю, обязательное поле. Можно ограничить количество символов. Для имени это неактуально, но если предполагается какой-то ввод текста, иногда полезно ограничить потенциальных Буниных и Толстых. Ну и также редактируются другие поля. Сами поля мы берем отсюда. Все по-русски предельно понятно. Давайте добавим ссылку. Например, это очень элитное мероприятие и мы хотим знать все о потенциальных участниках. Это прямо обязательный вопрос. Очередность вопросов мы можем менять с таким вот образом. И добавим еще чекбокс с одним вариантом. То есть мероприятие проходит три дня, участник должен выбрать день посещения. Все. Выглядит как-то не так, как на сайте. А нет, на сайте все будет нормально. Единственное, вот это у нас обязательное поле, а номер телефона все-таки не будем делать обязательно. Отлично. Можно добавлять на сайт. Копируем код вставки и идем на тестовый многострадальный сайт на WordPress. Записи. Перейдем в редактор кода и добавим скрипт. Что получается? Во! Красота получается. Ля пота. Заполним. Я, честно говоря, уже заполнял это все, чтобы протестировать. И отправим. Спасибо, говорят нам. Возвращаемся на Яндекс формы и смотрим, что мы получили с нашего многострадального сайта на WordPress. У нас есть одна новая форма. Вообще все они собраны еще здесь. Здесь их можно сортировать, если их много. А у нас одна и с одним ответом. Нет, уже с двумя. Первый, кстати, пришел минут через десять. Второй через несколько секунд. У нас есть ответы, которые мы можем скачать в формате, например, XLS. То есть Excel. И вот она табличка, где собраны все пользователи, заполнившие форму. По-моему, отлично. В моих формах мы можем их копировать или удалять. Скопировать код, чтобы вставить куда-то еще. Тут есть, кстати, прямая ссылка. А также можно настроить доступ редактирования. Только для себя или для всех членов команды. Напомню, что Яндекс Коннект сервис для командной работы и создания форм не где-нибудь там, а именно в командном аккаунте важно, чтобы они впоследствии не потерялись. Ну и еще такое удобное дополнение. Тут есть статистика по ответам. Если у вас много респондентов, вы можете сразу видеть процентное соотношение. Не надо скачивать, идти в Excel и фильтровать. Что касается Яндекс Коннект, базовый доступ тут бесплатный. На бесплатном у пользователей по 10 гигабайт на диске есть ряд ограничений. Дальше придется платить. Но для благотворительных фондов существует программа с бесплатным доступом и к продвинутым функциям. В частности, предоставляется 2 терабайта места на диске, а это хорошо. Ссылку на статью с описанием того, как получить бесплатный доступ оставлю в описании. Еще раз, если я пойму, что Яндекс Коннект – востребованный сервис и я сделаю по нему еще несколько видео. Поэтому голосуйте лайками и комментариями. А еще подписывайтесь на наш канал, ну и любите друг друга.